итак всем привет ютубером сейчас я вам расскажу как можно и на чем заработать деньги или вернее как я зарабатываю и уже нету смысла мне идти на работу и думать где же заработать как прожить как содержать семью и так дальше и тому подобное также друзья каждого из вас попрошу сделать допустим вот такой моментик потому что многие пишут что не приходит им сообщение вот к примеру заходим мои подписки от семья в соли вот примерно его канал семья в соли коля так вот я подписан я сейчас отпишусь отказаться от подписки и вот допустим когда вы подписывайтесь нажимайте так подписались а тогда на колокольчик и все все полностью нажать все сообщения все уведомления о канале будут у вас включены потому что много моих подписчиков которым не приходит сообщение о о том что вышел новый ролик или новое видео они потом находят о я я не знал сообщение не пришло вот я вам так и говорю что колокольчик нажать все то есть то что подписаться само собой еще раз покажу подписаться и сам колокольчик все уведомления и все а так я на колю харчука подписан раньше я каждый год каждый год думал где же заработать как пойти на работу а сам я работал по стройке ну именно по монтажу металлоконструкции железобетонных конструкций монтаж демонтаж всяких ангаров хранилищ амбаров и так дальше и тому подобное этот год этот год идти на работу и искать себе работу искать себе где заработать мне просто-напросто уже ну как бы нет необходимости почему потому что я вот начал заниматься свиноводством буквально ну полтора года назад тут ровно год и шесть месяцев как я занимаюсь у меня их много это вам сараев и там и там есть и что я хочу сказать что на данный момент он с тем поголовьем которое есть у меня нам хватает на нашу семью с головой единственно что мы сейчас просто все деньги которые нам идут с нашего хозяйства личного подсобного хозяйства все запускаем стройматериалы строим еще один большой сарай расширяемся делаем старые сараи ремонты ну и так дальше и тому подобное то есть работаем на расширение если бы я сейчас не расширялся денег нам хватало ну больше даже чем я просто работал на конструкциях и что я хочу сказать что дело но вы одна я не знаю может не все говорят об этом ну я просто никогда не сдавал живым весом я не знаю что такое взять сдать допустим приехал человек весил забрал его там живым весом я не знаю я так никогда не сдавал потому что у меня есть своя торговая режим привожу туда мясо и все люди которые заказали забирают все кто что забрал эти вот поросята на данный момент эти трое и брал посмотрел по старом видео 20 марта покупал то есть они уже 75 дней у меня вес у них тогда был 20 марта 32 килограмма о самом большом сейчас у них ну ну по 120 где-то есть я вчера мерил самого маленького по таблице показала 110 килограмм но в этих двух больше то есть что я хочу сказать что если у вас есть допустим там штук 45 свиноматок и вы держите поросят продаете реализуете и держите какую-то часть над корм продаете ли сами на рынку или сдаете живым весом там ну кому как удобно я вам скажу что вы в жизни не пропадете в селе сейчас селе от выгодно держать бролера свинину баранину там курейный сушат то есть все чем занимаетесь она все выгодно и все дает очень хорошую прибыль и это я вам заявляю полтора года развожу свиней продаю поросят и за эти полтора года я понял что если допустим даже то что у меня сейчас есть можно жить и не задумываясь где брать деньги зашел жить и так дальше и тому подобное но мы хотим больше хотим выйти на уровень каждую каждую неделю под хотя бы по 2 головы резать больших раз в неделю то есть месяц хотя бы чтоб по 8-10 штук в месяц чтобы резать вот поэтому я расширяюсь растут очень хорошо есть у меня порода дюрок вот у меня допустим две свиноматки один хряк породы дюрок им там чуть больше 10 месяцев и вот они за буквально ну 10 месяцев вот у меня хряк он сидит на два ковшика утром и два ковшика вечером грубо говоря одних отрубей шелухи ну и трава и у в нем сейчас веса в районе 200 килограмм если даже не больше он длинный и большой то есть не надо именно что кормить там допустим какими-то там покупать добавки там еще что-то можно кормить вот в теплое время когда есть трава травой а то эти этим мы тоже даем траву сейчас всем даем траву тесь постоянно косит им траву выбирает там и мы постоянно им даем траву но и даем вот и сейчас у них ничего нету но если но они не голодны вечером будем давать покажи викшу корыти ничего нет то есть у вечером насыпем и все и так на следующий день то есть все оно хорошо растет тем более там но я считаю что свинину надо кормить как можно дешевле именно не брать там допустим зерно ячмень а все что дешевле там всякие отходы отруби мучки шмучки бручки и тому подобное и давать она все растет а там уже по желанию кто там хочет потратиться купить там добавки кормить добавками кто как потому что я заметил по своим дюркам ну двое у меня тут свиноматки а вот даже по хряку который сидит на норме постоянно и он просто растет он стал уже огромным сейчас я вам его покажу и вот я просто хочу вам донести то что ну насколько выгодно и можно не думать вот где заработать где по устроиться на работу и так дальше и тому подобное просто бери разводи дома занимайся и все не надо никуда ходить вот я думал утром вышел все у меня там задача то я там сейчас старая строить то 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 все я сам себе хозяин у меня нет уже заказчиков нет уже директора нет уже там недовольных от этих лиц то правильно сделали то неправильно то принимает а не принимает а рассчитаешь то тот упал с высоты то еще что то то есть у меня уже таких проблем нет у меня нервы спокойные я спокойный и стал менее раздражителен то есть живую радость я так скажу вот живую радость я даже вот это лето не бросая как мне где-то там на асфальте на бетоне не париться с утра до вечера а быть находиться дома как-то такая же немного непривычно у нету у меня необходимости идти на работу и зарабатывать на работе есть необходимость там ну планирую ту зарежу ту зарежу продам там надо куплю на кровлю там то 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 так принципе выпутаюсь по сараю все такие проблемы а так чтобы сказать что проблемы какие-то именно финансовые вопросы их просто нету так у меня ну я считаю я как у меня маленькие поголовья небольшое мне уже хватает то есть хватает нормально жить и съездить там на море отдохнуть и так дальше тому подобное хватает этих денег там есть говорят то это сложный труд это очень тяжело я согласен но я бы так не сказал почему потому что если у вас все настроено если вы все поймете сами она все приходит с опытом но со временем и все настроено будет ничего тяжелого нету чтобы сказать этом постоянно бегаю с ведрами с тачками убираю еще что-то там ну то я так бы не сказал я убираю во всех свиней раз где-то у 5 дней у 7 дней ну раз в неделю короче убираю и не скажешь что сильно там заморозь его сильно шо ему что-то в ухо заводила да сейчас покажу вам хряка яшу которому там чуть больше десяти месяцев и какой также покажу вам своих курочек не суша которых мы покупали на яйцо и вот они у нас уже получается месяц если я не ошибаюсь и 10 дней или 15 как хорошо поднялись мы и брали цыплятками а сейчас уже смотрите какие ну правда петухов много штук восемь ну и курочек тоже немало это мы взяли чисто на яйцо потому что раньше мы брали только птицефабрики облезших уже выжатых а это решили взять обычную не сушку петушку порубаем на борщи а курочек оставим хватит крючку крючку 10 месяцев да он худой у меня потому что я сильно не перетариваю вот два утром два вечера все вес в нем ну я думаю более 200 кг он сильно длинный просто и высокий побольше чем не по пояс высотам вот 10 месяцев без всяких там прикормок от корма и так дальше кому подобное сама порода дюрок сильно хорошо растет и быстро растут они длинные но я не спорю что если хорошо кормить да не там сольные сильно ставит не спорю до 120 они мясные потом сало нарастает по дюрка там много заказов именно на породу дюрок я вам скажу по дюркам у меня будет получается где-то в октябре ноябре будет дюрок я покрою реже и сейчас поросят заберу нее у нее она покрыта балакантером и покрою искусственно дюрку где-то на ноябрь можно звонить заказывать дюрком потому что эти все мне заказы и там части оставлю себе а так все постоянно по заказам свиноватка родила все уже заказано потому что много спрашивать поросят купить и так дальше тому подобное все заказано на перел у меня записаны люди и вот сейчас буду делать отъем посажу их уже чтобы они сами хорошо ели поросята позвоню всем кто заказывал и приедут заберут поросята свиноводство выгодно занимайтесь